Привет, меня зовут Виктор, я трансгендерный парень, мне 21 год и у меня есть жена. Меня зовут Эрика Аскаров, я трансгендерная девушка, больше это известно под названием поменяла пол, мой муж тоже, грубо говоря, поменял пол и мы самая известная, заключившая официальный брак, трансгендерная пара в России. Если бы это был 80-70 год, мне кажется, было бы, конечно, труднее, так как это еще советское время и многие говорят то, что вот смотрите, это сейчас вы так извратились, что вы творите, это все западные веяния и вы все подряд меняете пол. Это не так. На самом деле в СССР тоже меняли пол, но это скрывалось. Человеку при смене пола в документах выдавалось свидетельство о смерти, потом новое свидетельство о рождении, новый паспорт и делались операции по смене пола и браки были такие. Как бы все было, я думаю, было бы так же, но только камер было бы меньше и то есть огласки не было бы. То есть мы точно так же бы поменяли пол, просто тихо. А у нас это происходило, в принципе, как у любой обычной пары. Вы же хотите порадоваться, вы хотите, чтобы вам было приятно это вот такое событие. Оно не каждый день происходит. Нам очень часто это пишут, что у нас свадьба ради хайпа. Это было сделано, ну, ради того, чтобы, а почему это нельзя освещать? Ну, почему нет? Это в России просто привыкли, что надо обо всем молчать. У нас очень много трансгендерных друзей, подруг и очень многие, они боятся даже выйти на улицу. Они скрывают данный факт, потому что в нашей стране созданы все условия для того, чтобы жизни открытых представителей ЛГБТ-сообщества стало сложнее. Их могут спокойно лишить прав на воспитание детей, могут отнять уже детей, которые у них есть. Не защищены люди в работе, потому что говорят спокойно. Такое чудо-юдо, как ты, внешняя женщина по документам мужчина, тебя на работу не возьмем. Ну, вас же не убивают, ну, типа вас же в тюрьму не сажают, но то, что тебе не дают работу, это медленная голодная смерть. Ну, просто говорят, ну, ты же сама выбрала такое, что ты берешь, вот ты мужик и становишься женщиной. На что ты рассчитываешь? Типа, ты же знаешь, какие у нас законы, вот тебе захотелось эту блажь и, типа, рассчитывай на то, что у тебя не будет больше работы, не будет ничего. Лично я рассчитываю, и у меня это, к счастью, получается, потому что я создала свой бизнес давным-давно, да. И у нас совместный салон красоты, который в основном базируется на окрашивании волос и наращивании волос. Так сложилось просто, что у нас все люди, которые работают, они тоже трансгендерные, да. Даже вот мальчик, который собирается с нами работать, тоже был девочкой. Мы пропагандируем традиционные отношения, вот что самое главное. Вот это действительно так. Ну, в нашей паре никто никому не изменяет. Мы действительно друг друга ценим и уважаем, и это самое главное. Нам и признаваться как бы не в чем, и мы, в отличие от гомосексуальных людей, не можем это никак скрывать вот настолько, да. По сути, у нас физический недостаток, как бы мы родились в другом теле, в неправильном. Девочка жила-была, вроде как все было нормально, но все равно как-то некомфортно. В детском саду казалось, ну как так, что-то не могу найти себе место, вот прям не получается. Вот интересует меня, ну конструкторы машинки, ну что такое. Потом вот самый интересный пик, это именно время переходного возраста. До 16 лет она такая жила и думала, ну как же так? Вот я сейчас встречаюсь с девушкой, это, наверное, как-то называется. Как же это называется? Это называется лесбийские отношения. И эта девочка подумала, о боже, нет, мне это не подходит вообще, это же фу, это отвратительно просто. И тут я натыкаюсь на информацию о том, что мужчина забеременел. Я такой, боже, как так, что это такое? Ну то есть это был не просто мужчина, а трансгендер. И я вот для себя уже открыл мир, то, что такие люди существуют. Но тогда я подумал, фу, как так? Что это такое вообще? И вот я понимаю, что да, это действительно так. Ну и в первую очередь я рассказал своей девушке. Называй меня Виктором. Детские фотки, вот посмотреть, да, мои детские фотки, кажется, что это девочка. В тот момент, когда я стала ассоциировать себя как личность, вообще узнала, что я существую, и существуют женщины и мужчины, я поняла, что я женщина. Так же и с моим мужем, и со всеми моими знакомыми. Мне вообще не повезло, у меня было такое классическое мужское лицо. И просто вот при беглом взгляде, там отражение где-то в зеркале, в каком-нибудь стекле, просто каждый день, с утра до ночи, если вдруг увидишь, хочется сделать так, типа. Ну как же от этого избавиться? Ну, то есть, что-то такое неприятное, как огромная, там, я не знаю, родинка посередине. Оно не такое тяжелое, оно не такое трагичное, как иногда хочется показать. Но оно абсолютно навязчивое. Как бретелька от лифчика упала, или носок свез с пятки, и ты идешь. То есть, не оставляет себя эта мысль ни на секунду. Родители, вроде как это был 16-й год, я написал своей маме очень длинное сообщение в WhatsApp, она обалдела, потом у нас, я боялся идти, конечно, домой, у нас был серьезный разговор. В итоге у нас с ней отношения сейчас в 100 раз лучше, чем были до того, как я сделал переход. Мы все друг о друге знаем, они с моей женой общаются, все друг с другом общаются, то есть, все стало хорошо, но для этого должно пройти какое-то время. У меня, наверное, папа однажды сказал, типа, маме, смотри, наш сын вырастет геем, смотри, что с ним происходит. Потом они, например, наоборот, покупали сами мне кукол, такие, ой, у нас вот сыночек хочет кукол. Потом вдруг у них опять такое, что-то не то с ребенком происходит, и такими волнами. Им кажется, что сейчас это, может быть, пройдет, перерастет. Потом опять на них накатывает вот этот страх за то, что это не пройдет и не перерастет. Вот. Хоть мы и пытаемся уже во взрослой жизни наладить отношения, у нас такой чистой любви, таких близких отношений с родителями нет. Бывают случаи, когда приходится расставаться с родителями. К сожалению, такое тоже бывает. Это грустно. Мне пришлось таким образом отказаться от моей бабушки. А еще есть прабабушка и дед со стороны отца. Вот этот дед, он бывший КГБшник. И он максимально вообще принимает, вообще замечательно все, называет меня по имени, вот как у меня сейчас в паспорте, то есть Виктором. Я просто не понимаю, как это работает. То есть это вот действительно зависит от того, любит тебя человек или нет. От этого уже, видимо, степень принятия. И я приехала в Питер, и мне туда ни зачем не нужно было, я хотела там походить по всем музеям. И я приехала к подруге, которая тоже трансгендерная девушка, у нее двухкомнатная квартира. И она говорит, у меня вот во вторую комнату приеду сейчас в это же время. Только ты не удивляйся, тоже парень и девушка, они между собой просто друзья. У меня, они оба тоже трансгендерные люди, и они приедут на вот эту комиссию для смены пола. И я говорю, а попроси, пожалуйста, вот этого парня, чтобы он снялся у меня для Ютуба. Спроси, не готов ли он сняться. У меня потому что тоже Ютуб канал. И это оказался вот мой будущий муж. И когда он мне рассказывал свою историю, я все больше понимала, что не вижу вообще разницу между ним и обычными тисгендерными мужчинами. И у нас это все произошло, и как-то очень быстро вот между нами образовалась связь. Так бывает часто. Я слышала, что вот буквально сразу понятно, что вы поженитесь. И как бы такого предложения о том, что вот прям вот так вот давай поженимся, его вот так вот не было. А было такое, что человек как бы вот все вокруг, что касается брака, такой, а вместе жить. А из тебя же будет хорошая жена. И мы волей-неволей как-то стали обсуждать, какая у нас может быть свадьба, как вот весь мир об этом узнает. Мы уже стали, мы сами думали, что вообще-то это будет знаменательное, знаменательное такое событие, свадьбы двух трансгендерных людей. Я вообще по-другому видел свою жизнь. Я точно не думал, что в 19 лет у меня, блин, будет брак вообще. Ребят, вы что, серьезно, что ли? Я думал, я сейчас поменяюсь, я сейчас буду там тусоваться со всеми подряд. Я думал так, но... Нам часто задают такие вопросы, кто из нас лидер в семье. Я в каких-то моментах лидер только потому, что я старше на 11 лет. Разница есть в достижениях, в шишках, которые я еще не набил, а она уже вообще прохавала как бы некоторые моменты. Нет, я не подкаблучен. Просто, если я с ней согласен, значит, у нас просто совпали планы. Короче, моя жена, она не любит готовить вообще, а я люблю. Оно как-то само собой происходит, и у нее, в принципе, до этого тоже были отношения, там парни тоже всегда готовили. Так что здесь полностью соблюдается эта система. Мне тоже хочется для него что-то сделать, чтобы он оценил этот мой поступок. Что-то ему купить вкусненькое, там, подарок на день рождения, и он рад, да? Это очень неприятно женщинам 24 часа в сутки изображать объект. Я делал только одну операцию, как бы сверху, снизу не делал. Во-первых, это очень дорого. Во-вторых, я сомневаюсь в функциональности того, что мне там сделают. У нас в трансгендерных парней проблема снизу. Ну, якобы. У кого-то проблемы, у кого-то нет. У меня, например, не проблема, вообще пофиг. А у трансгендерных женщин очень часто внешне бывает бросается в глаза, там, типа, может, голова больше или подбородок слишком. То есть им надо прям лицо пилить. Поэтому я сделала на себе такие пластические операции и манипуляции, как я убрала волосы с лица полностью. Потом сделала ринопластику нос, то есть он у меня был немножко так вот, ноздри закрытый вниз. Тоже такой немножечко кабайненький сделала. Потом я сделала такую операцию, она называется булхорн. Это отрезают вот здесь вот кожу и сшивают к носу. Получается, расстояние от носа до губы становится меньше. Мне сделали очень много операций на лице. Там отрезается кожа и все мышцы вот так вот с лица, снимается все лицо. Но, к счастью, нервы питаются вот отсюда, поэтому оказалось, так можно отрезать все лицо. Снимается череп, вырезали кости глазниц. Ну, то есть вот эти кости все отрезали вот так вот сбоку. Потом вот здесь вырезали череп. У меня даже есть фото, где я видела, как выглядит мой мозг. И обратно вставили, чтобы лоб был вот такой вот, видите, плоский. В эту же самую операцию мне подняли наверх брови. Они были у меня очень низко. Изменили форму глаз. Потом мне отделили весь скальп с головы и на полтора сантиметра пододвинули его вперед. Потом сделали разрез внутри рта и сняли все лицо вот так вот с челюстью. Отрезали вот так подбородок. И этот подбородок, то есть у меня был такой широкий подбородок, в середине вырезали квадрат и выкинули. Ну, как бы достаточно много операций. Ну, потом я еще сделала грудь. Вот так вот выглядело мое преображение с лица. Ну, у нас с женой вообще идеальная коллаборация, могу так сказать, значит, моя жена. Она оснащена таким прибором, значит, и я другим прибором, которые могут соединиться, и у нас может получиться ребенок. Вот. То есть мы можем, в принципе, биологическим образом сделать ребенка. Сначала надо, чтобы все устаканилось у нас в жизни и была благоприятная среда для ребенка. Там, как бы, не знаю, мы усыновим или сами родим. Посмотрим. Мы очень серьезно к этому вопросу относимся, и мы точно знаем, что в нашей стране у нас заберут ребенка. Такие были прецеденты, вы можете в интернете найти. Здесь детей отнимут, вот и все. Если мы будем жить в другой стране и будем вот эту вот популярность набирать, и я думаю, то, что у ребенка просто будет счастливая, успешная жизнь с детства. Может быть, он станет каким-нибудь там, не знаю, блогером, певцом. Планы на будущее, я думаю, также заниматься этой деятельностью, как бы, так скажем, информационно-просветительской, что ли, в каком-то смысле, и развиваться в плане бизнеса, вот как сейчас у нас все это выстроилось. Может быть, поехать за границу. Это вот посмотрим, что быстрее, как бы у нас права появятся какие-то конкретные, или же за границу уехать. Что-то мне подсказывает, что второй вариант будет быстрее для более простой жизни. Но посмотрим. Нам в России жить комфортно. Нам здесь хорошо живется, великолепный климат, все хорошо. Но вот единственный вопрос по поводу прав. Вот это вот хотелось бы уточнить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!